Первая неделя августа Ну чем еще заниматься в выходные? Ну не дома же сидеть! Ну и гулять тоже успеем Машин мало на улицах Трафика немного даже на дорогах между городами Поэтому я решил Наконец-то Спустя месяц своих планов Съездить в дверь Ну надо же уезжать куда-нибудь хотя бы Раз в месяц на машине Я сначала думал на паровозе С Сережей, своим приятелем И каким-то его приятелем Но они почему-то посчитали, что Мой план пребывания в дверь будет слишком Узок для них Ну там типа в 10 утра приехал В 4 уехал И они решили поехать Вечером предыдущего дня Но я уже не стал на поезде ехать Что мне здесь Бешеные к собаке там отмутся В общем поехал я на машине Дорога обратная Она обещает пить веселой Да Почему бы что я Да Дверь это особенная История в моей жизни Моя мать Из глуши Тверской области Я как-то был там Война Года 3 назад Что-то невероятное Тверская область Да Прекрасно Спокойно Что-то есть в ней магическое А ну да И еще конечно Самое главное Это повод Это меня позвал Лешка Мой коллега Который Работает в местном Тверском филиале Радиостанции Милицейская волна Вот Говорит типа Давай поедаемся Гуляем Покажу тебе студию Че как Че где Че зачем Че почем Ну и заодно Посмотрим как работает Местный Медиамолдинг в Твери То что Тверская область Это какой-то другой регион Отдельно от Московской Это чувствуется уже Сразу за границей Регионы Ну Здесь как-то все более Расслаблено Спокойно Весело И даже разноцветно Мне кажется А на больших макетах Три на шесть Написано Добро пожаловать В Тверскую область Здесь исток Волги И сердце России Там что-то есть в этом И в первом И в втором Места Безумно красивые Где просто хочется жить Не только потому что хочется жить Но и хочется жить Прямо даже вот здесь Эх Невозможная красота А вот уже и Сама дверь Начинается Постараюсь сегодня Более глубоко Изучить этот город Здесь я уже Четвертый или пятый раз И все это время было Либо проездом Либо поверхностно Сегодня постараюсь Посмотреть на этот город Глазами его Жителя Ну и сотрудника Местного медиа Вдалеке Если вы видите Видневицы башни С которых вещает Я так понимаю Основная часть Местных СМИ В Твери прикольно Так расслабленно Здесь даже в FM диапазоне Играют Нетипичные для Москвы Песенки Это какая-то 99,8 Радио Галакси В Москву бы такую Дороги правда Прикольно Прикольно И тоже Когда в школе учился Делал Спейсин джинглы Для Пиратской радиостанции Комета Которая вещала По ночам В Петербурге А чё живенькая На юности У нас кстати Тоже дело Какой прикольненький Беленький трамвайчик Слева Здорово Здорово Так прекрасно Никакой спешки Никаких толп Никаких Инаковерцев Поверните направо Сейчас Сейчас Поверну Прикольно Прикольно, у них по таким улицам еще и автобусы ходят. Интересно, они здесь ли где-нибудь снимали фильм «Самый лучший день»? Как-то очень похоже. И автобусы, и обстановки. Это, типа, главное, да? Это местное? Главное? Да, это обычно передающие. Просто из данных телеканалов передает? Нет, тут и мегафонности, и мегафонности. А, вот наша как раз гостиница, откуда вещает милицейка. Ну да, прикольно. Здесь дворец культуры. Дворец культуры, видимо, здесь дворец Тверская культура. Интересно, здесь когда-нибудь выступал Михаил Круг или его не считали культурой? Чего? У нас такая группа, наверное, ассоциируется как главная гражданская часть. А Ирина Круг? Ну, так себе. Да. То есть, не главная. А ансамбль Христа Спасителя. Что? Ансамбль Христа Спасителя. Вот. Вот. Прикиньте, люди в Твери, работающие на радио, не знают ансамбль Христа Спасителя. Даже Доренко, она говорит, Москва на их чистоте пиарит эту группу, а они не знают ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. Да, это тоже дверь. Какая толстая муха. Толстая муха медленно летит. А куклы отдыхают. А, кукольный театр. Вот у нас театр. О, кукольный театр. Ну, окей. Здесь Ирина Круг, наверное, наступала на куклу, потому что похоже. Они, скорее всего, наступали до Капролета. Ирина Кукла... Ой, господи. Ирина Круг надолго губы стала похожа на куклу и может наступать в кукольном театре. Ура! А это Тверской парк Победы. Только метро здесь еще не выкопали. Ну, если в Твери когда не будет метро, то, я думаю, здесь будет первая яма. В Твери скоро не будет троллейбуси, трамваев. Почему в Твери не будет? Почему не будет троллейбуса, трамваев? Потому что не будет. А что же будет? Маршрутки Автобусы Опять что-то летает У вас все время летает через город? Да У нас там находится Летная Мегалова Там Змеёва Что-то они как-то тяжело идут Нагруженные чем-то Видимо алкоголем из Финляндии Как тяжело самолёт может только от алкоголя лететь Тон памяти Слава героям Да, такой подзаброшенный Парк Победы Зато здесь в Парке Победы можно Рыбу ловить А так конечно Не убрано совсем Ещё не понятно Чьи Победы этот парк Вот она элитная растительность Это кажется называется Лопухи Здесь можно ссать А что ещё делать в лопухах? Не, ну в общем как бы романтично Турага богат, но и здорово красиво всё-таки Вот это вот военное училище? Нет, это НИИ А, это НИИ? Нет, военно-ничьющем геотографии А что за НИИ, что они делают? Институт, ну, научно-исследовательский институт А что НИИ следует? Что они это следуют? Ну в смысле, а самолёт зачем здесь? Просто так залетел Это НИИ Тоже бывает Я думаю, что может быть сюда и трамвай с таким же успехом можно было поставить Тоже вверх колесом Кстати, он у нас одно время стоял Это символ Да, стоял на главной улице На главной улице На главной улице города А почему его убрали? Ну, потом его убрали Чтобы он там не мешался Хотя он там стоял изначально Потому что по этой улице с Турксвятской Как раз ходил трамвай Первый трамвай еще там В начале 20-го века Его потом оставили как силы Это военно-медицинская академия? Военно-космическая А, военно-космическая Академия военно-космической обороны Круто! То есть вот, значит, как бы... Это плацву Они здесь маршируются? Да Космонавты? Ну да А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ну, в смысле, подожди Военно-космическая академия Это Жуков А Жуков космонавт? А-а-а-а-а... Слушай, подожди А как это военно-космическая, но не космонавты? А кто они тогда? Они... Как ракетчики считая Такого типа Типа чтобы инопланетян сбивать, что ли? Ну да, может быть Ах, вот у нас где Значит, в Твери получается Самый главный оплот Против внеземных цивилизаций Получается, как в том скетче Прилетает инопланетянин и говорит Я к вам с миром А мы-то не верим в то, что с миром Мы-то думаем, что инопланетяне хотят нас убить И тут же нужно предпринимать какие-то попытки Расстрелять, взорвать инопланетян Вот за всем этим можно смело в Тверь Потому что здесь есть люди, которые Именем Жукова занимаются этим профессионально Какой интересный парк Здесь герои религии, герои вилки и стола Очень необычная история Улица в Салтыково щедрена Интересный концепт А вот та самая улица Афанасия Никитина Вернее, набережная Афанасия Никитина Которая воспевала в песнях Старуха и Зергиль Ансамбля Христа Спасителя На же мечети есть, прикольно Это будет там дальше, не знаю А это, конечно, парк подводников Парк подводников То есть, вон там, на фоне Здесь как раз мемориальная табличка То есть, вот этот вот герб Орел Это как символ у них считается Когда, пусть для ВДВшников Илья Пророка Покровитель Вот здесь Герб Вот, пожалуйста А вот центральная улица Твери Откуда снимают трамвайные пути Они еще пахнут Так вкусно пахнут трамваями Кстати, в шутку говорят, что Эти рельсы, которые снимают отсюда Снова попадают в Москву Потому что в Москве снова Делают трамвайные пути Прикольно придумали А это дверь А это пожарная часть А это большая гостиница Где находится много-много радиостанций В том числе Милицейская волна И говорит Москва В Твери Кстати, когда-то На вот этой частоте 713 Вещал Европа Плюс Вещала Ого Потом Был шансон И только в 2008 В 2008 На 713 Появился Появился Появил станции Милицейской волны Какая культовая частота Оказывается Проходим А вот здесь вот говорит Москва Да Именно Там вторая студия Гостевая Я могу даже там открыть Да Знакомые все лица Екатерина Голицына Вот так вот говорит Москва В Твери На частоте 95,5 FM И видно еще РСН остался Ооо, привет Да, еще остался РСН А это говорилка получается, да? А, вот сейчас Москва говорит А, РСН он до сих пор называется Но у нас просто в тракте еще достаёт РСН старое название Мило, мило, романтично А где же наш компьютер, который нас вещает? Милицейка? Да Он находится на 22 этаже, там где передатчики А мы заходим на него удаленно Ага Тебе его вкручим? Да, в моем случае больше с тобой не забирать Ааа Ага, знаю я Через такую программу тоже живу Ага, так работаю удаленно Вот он Вот ваша милицейская волна Вот она Ты снимаешь, да? Как раз я даже могу промотать Вот тут Наши местные врезки Как видишь, уже русские песни, видишь, мы забиваем Ну да С вашим шансоном Вон тут Целая база, программа база Вот Музыкальная база, да Она, конечно, отличается от московской Учитывая, сколько формат менялся, да, здесь А я собрал только лучшее здесь оставил И резерв вот можешь снять наш Что у нас может играть, когда у вас игла с Москвы пропадает Что там? Что будет играть? Утрамакс, ручки, вирус Вирус, гриб Нормально Слушай, студия хорошая, кстати Информационная Прям очень даже Абсолютно предвыборная Теледебаты Потому что мы вещаем все эти студии Не только на Радио Горьк Москва Но и на телеканал Тверской проспект «Регион» Это в смысле ТНТ который? Нет А это просто Трансляция А теперь «Регион» это наш Первый общообязательный Региональный телеканал А, то есть он эфирный? Да Круто Вот смотрите, видите какая телестудия, друзья Вернее Круто Вернее Вал Головинской, вождевение Тверского. Головинский вал. Город такой постапокалиптический, надо сказать. Постапокалиптика. Ларьки с кассетами, я думал киска, ты про киску говоришь. Ларьки с кассетами. Постапокалиптический вал. Да, и в городе Калининской области. Сколько, наверное, денег на переименование? Допустим, у моих родителей, например, у мамы, в Паспорте стоит рождение город Калинин. После 10 вечера мы пошли на выходные. Либо пешком, либо на такси. Потому что последняя маршрутка у нас ходит по выходным в 21 с копеек. Капец. Так же, как последний троллейбус и я. На этом месте будет установлен памятник Юрию Никулину. А это Тверской цирк, где выступают Земфира, Глафира и Филипп Киркоров. Ну а где же ему еще выступать, кроме как не в цирке? Это вот этому памятнику буквально год. Это памятник семье. Памятник семье? А семья умерла? Нет. Зачем семье памятник? Как символ. А, Василий, походите, да, в семью. А, ну правильно. Доходы больше. Ну да. А, мама еще березу, на третью, наверное. Да, с номер. А, ключи, вот. Просто, конечно, пизделушки, кстати, раз. Пизделушки. Бокальчики какие-нибудь с Афанасием и Питином. Мифор. Радуга. 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 Радуга.